Время неумолимо Уже бежит к зиме Сейчас только 6 утра А ну можно сказать светает Солнце только встает Хотя раньше Выезжаешь в 4 утра и уже засветло Как бы там ни было Опять центральная возможно западная Украина Многие спросят Нафига ты туда ездишь Ребят все очень просто Там много-много всяких разных автомобилей И вот так или иначе Все равно в этой мутной воде Всегда что-то можно найти Всем доброе утро Винница Посад Б8 Поехали Субтитры создавал DimaTorzok Так она ровненькая, красивенькая Снимались те двери Но снимались Они не красили Снимались Вот как говорит парень Единственное разумное решение Это для того, чтобы действительно рихтовать порог Порог сделали плохо То есть его и так видно, что он весь кривой Но то, что она ровная Я в принципе зафиксирую Ну я имею в виду по кузову Здесь первое, что бы я сделал Это взять и порог изнутри И обработать его Через полости Потому что вот как я уже не один раз показывал Снаружи делают классно А внутри вообще никто никогда ничего не трогает Для того, чтобы просто удешевить процесс И вот к весне Может сыграть с вами злую шутку В виде коррозии И дополнительного ремонта Так-то дверь целая Но если вот снять, видно, что Крутили Вот можете посмотреть Я что-то думал, что это та машина Которая на море поехала Вчера парню звоним Активное объявление у него Хотим посмотреть машину Вы знаете, к счастью Я завтра уезжаю на море Звоните через неделю Такой подход И вот я что-то был уверен Что это вот именно та машина Я так понимаю, ждем хозяина Для того, чтобы это Да, он едет Это беда американских грузов У них, я не знаю, чем они пользуются Но у них такой Вот двухсторонний скотч на который клеится Его молотком тяжело И там, ну, такой Очень ядерный Хозяин оказался нифига не хозяином Это стало понятно уже через пару предложений Но, несмотря на это, он все равно оказался нормальным таким Более-менее порядочным чуваком Выяснили все, что нам необходимо Договорились о том, куда ехать на СТО Он нашел СТО, которое По моей просьбе я попросил, чтобы оно было с амортизаторными стендами Так как я не винницкий парень Или, правильно сказать, не парень из Винницы То он любезно согласился помочь Приехали на такое СТО для того, чтобы по максимуму посмотреть эту машину СТО для того, чтобы не было с амортизаторами 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 Клипсу вижу, куда упало Да, не сильно оно получило под нищу Оно где-то просто пузом пролетело Ланжерон не зацепило Но пострадал пластик при этом Ну и хрен с ним поменяем Если возьмем Так, ну По торксам Тупо все разные Вообще Вот все-все абсолютно Они все разнокалиберные Причем вот здесь должны стоять одни А по факту они разные Ну то такое Сто турбина сухая Это шланг хороший Пока Существует базу Хорошо Стоять тормоза Стоять Супер-тачи не латается Ручник То, что она не оригинальная Я еще снизу увидел Но то, что она сухая По крайней мере сейчас Это уже какой-то плюс Трохе проступает смазка Внутрешнего пельника Я же скажу Дешевый ремонт был Не, не Все якісно, все классно А тут шматка его тупо немає Ну типа тримается И навище Радиаторы не падают Радиаторы не падают Да, кто не сухая Да ну ладно Як це так Вот так Шланг даже сухая Не капает Да ладно И шланг сухая Пипец Навіть даже клапан на него Працює Гараст Сбираем назад Там я побачу Так Пока хлопчина выскочив Еще раз подивлюсь на термостат Да Все сухно Забавная история была в момент торгов Когда мы торговались по цене уже после СТО Подошел парень говорит Можно с вами сфотографироваться А то я как бы очень люблю смотреть на ваше творчество И тут продаван просто такой просел Спасибо парню из Винницы, который подошел вовремя Потому что торг у нас не очень шел А после этого мы просадили пассажира практически на 600 долларов Небольшая цифра, но тем не менее все равно приятно Субтитры сделал DimaTorzok Пасад Вольцваген Пасад, Пасад Б8 История она очень банальная И в принципе-то особо показывать нечего Потому что трешника нет Роды были стремительными В том формате, что машина выбрана с первого раза Но она выбрана с первого раза С осмотра А так в принципе мы ее осматривали По-моему из 18 машин Или сколько там было их? Почти 20 Класс 18 или 19 машин Что-то такое было Значит коротко об этом экземпляре Это американец Это машина 2017 года Изначальная стоимость этого аппарата была 13900 долларов Если мне не изменяет память Вот Купили мы этот автомобиль Ну как купили? Сторговали за 13275 долларов По кузову У нее все элементы Не крашенные За исключением Одной маленькой детали Ну как одной Двух я бы так сказал То есть крашено вот это крыло Здесь есть очень легкий потек лака И где-то здесь есть Легкая Пылинка Где-то я видел Вот здесь вот Пыль под лаком Одна И в общем-то цвет подобрали хорошо Но в принципе В принципе оно лакировано Но Здесь есть Из минусов Это Сейчас Все Давно не брал стадик руки Из минусов Вот этот вот порог Был поврежден Он был Слегка подмят Вот в эту сторону И сделали его Откровенно говоря Я думаю камера Вот так вот передаст Вот здесь вот Она Не очень ровная Я в принципе делал Замеры краски Там до полутора миллиметров Шпаклевки есть И вот здесь вот В принципе порог Особо никто и не делал Дверь у нее снимали Для того чтобы порог отремонтировать Но Дверь Не Ремонтировалась Дверь не красилась И все По кузову Больше у нее залетов нету По мотору У этого автомобиля Откровенно говоря Скоро будет Замена цепи Но владельцы Таких Вольсваген Они в принципе Должны знать Что К 120 К 150 Тысячам Все равно На этой машине Цепь придется менять У нее уже есть Небольшое отклонение По Углу опережения Зажигания Таким образом Можно Отследить Ее провисание Да в общем то И все из недостатков По электрическим блокам Машина Она Чищенная Я имею ввиду Ошибок никаких нет Ошибки все стерли Активных ошибок По ней не вылезло Пробеги совпадают Но глупо На американцах Смотреть пробег Тем более На плюс-минус Вежепригнанных Я имею ввиду Скрученный пробег На таких машинах Кстати пробег Крутится И крутится он Не сложно Ну как не сложно Есть специалисты Которые это делают Есть два типа Можно Скрученный пробег Наверное сказано неправильно Откорректированный Назовем его так Потому как его Корректируют Здесь есть Датчик приближения Тот который Показывает Сколько Какое расстояние До автомобиля Да здесь нет Ксеноновых фар Здесь Салон простой Как угол дома Здесь он Обычный тряпка Но это машина Семнадцатого года То есть парень Хотел максимально Свежую машину И Максимально простую Для того чтобы Влезть в бюджет До четырнадцати с половиной Что в принципе Получилось за Тринадцать двести пятьдесят А извините За тринадцать Двести семьдесят пять Почему такая цифра Это вообще отдельная история На самом деле Машина была куплена У перекупов Очень долгая история Как они ее продавали Они пытались продать ее На киевском рынке На какой-то площадке В итоге площадка Поставила очень сильно Завышенную цену Не поставила эту машину В объявлении В общем там целая Очереда событий Почему они ее забрали К себе обратно В Винницу Буквально они поставили Эту машину в объявлении Второй день Она сегодня была В объявлении И мы приехали Ее забрали Там еще были Какие-то звонки Капроновая Типа как польские полкары Делают защиты И она нагревается Ветер идет И делает свое капризное Поганое дело Защита просто провисает Там была еще история Мы хотели заехать на подъемник Ой на подъемник На эстакаду два раза Либо снять ее Либо же Где-то прицепить Но у нас ни хрена не получилось Потому что Заезд на эстакаду Уголок очень здоровый И при переходе С подъема На горизонтальную плоскость Мы запросто могли Повредить днище До такой властей До такой степени Что проще эту защиту Выкинуть и забыть за нее Потому как она В любом случае Станет дешевле Нежели ремонт Того что можно навредить А так В общем и целом Мальчик очень даже неплохой И даже не ссыцей И совсем не глухой По турбине Турбина здесь абсолютно сухая Что меня удивило Но так Машина очень достойная Внимание Я думаю цена у нее Тоже более-менее привлекательная Потому что 17-й год Это Passat Это не Golf Она длиннее Она шире Ну в общем Как минимум вместительней И это все-таки 13 275 Ну а с вами был Николай Тарануха Киев компания 1Авто Всем удачи на дорогах Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok